9 мая прошло, но вспоминать о ветеранах и говорить спасибо тем, кого коснулось, Великая Отечественная война нужна не только раз в году. Мы еще раз поздравляем всех с этим знаменательным для нашей страны праздником. А еще поздравляем всех призеров и победителей конкурса «Спасибо деду за победу», который организовал Дом Дружбы Народов Республики Коми. На церемонию награждения пришла и наша съемочная группа. Сейчас в Доме Дружбы Народов собираются участники для награждения конкурса «Спасибо деду за победу». Ольга, конкурс проводится уже четвертый год, но у каждого конкурса есть своя какая-то узкая тематика. Вот тематика этого года. Темой этого года мы, конечно же, обозначили 75-летие победы Сталинградской битвы. Тема была задана такая – наши земляки – участники Сталинградской битвы. Может быть, это для ребят было немножко сложно. Мы судим об этом потому, что немножко меньше работ было прислано по сравнению с прошлым годом. В прошлом году ребята выполняли работы на тему «Женщина на войне» и работ было прислано около 250. В этом году мы получили 134 работы, но нам очень приятно, что участвовали ребята почти со всех муниципальных образований нашей республики и даже из других регионов – Ульяновска и Красноярска. Поэтому наш конкурс обрел статус межрегионального. Ну, я думаю, что интерес к конкурсу есть. Может быть, просто не хватило времени найти материалы именно по нашим землякам, участникам Сталинградской битвы. На следующий год мы обязательно выберем какую-нибудь новую интересную тему для ребят. Я думаю, участников будет все больше и больше. И удивительно, но и малыши от 5 лет принимают участие в нашем конкурсе, и взрослые тоже не чураются нашего конкурса, присылают свои работы. Вот стихотворение из Красноярска прислал взрослый мужчина, поэт. Да, и другие работы в других номинациях от взрослых тоже были, хотя конкурс детский, но присылают, и мы их тоже оцениваем, конечно же. Нам очень приятно, что эта тема важна для многих и многих поколений нашей страны. Кстати, вот о номинациях. Не только рисунки присылают, не только стихотворения. Что еще? Ну, у нас несколько номинаций. Ребята пишут рассказы, эссе, готовят презентации, рисунки, плакаты, стенды. Ну, и жюри выделило в этом году еще одну номинацию. Были присланы впервые работы в жанре исследовательской работы. Вот, выделили в отдельную номинацию, потом награждать деток. И в этой номинации может быть для них совершенно неожиданным. Такой ход получится. Все-таки, как выбирали победителей? Чем цепляли работы их? Вы знаете, мы любим всех наших участников, всех тех, кто присылает работы. Ведь это люди неравнодушны к истории своей страны, к истории своей семьи, к истории своих близких. Они тем самым сопричастны к тому подвигу, который совершил наш народ в годы Великой Отечественной войны. И нам, членам конкурсной комиссии, всегда очень трудно выбрать победителей, потому что на самом деле работы присылают нам очень качественные. И с каждым годом качество этих работ растет, и все сложнее и сложнее выбирать. Поэтому победителей у нас гораздо больше, чем вот 8 номинаций, да, вроде бы как должно быть 8 победителей, да, первое место. А нет, у нас 9 первых мест, 10 вторых, 10 третьих, например, в этом году. И ежегодно так происходит, потому что уровень некоторых работ совпадает, да, и мы вынуждены давать 2 первых, 2 вторых места. Нам совершенно не жалко, потому что на самом деле в эти работы вложено столько труда, столько старания. Ребята провели такую огромную исследовательскую работу, ведь приложены документы, материалы архива Республики Коня, материалы архивов, домашних архивов. И удивительные истории рассказаны, да. История, например, участницы Сталинградской битвы военврач Данилова, да, или подвига Михаила Шуктомова. Об этом так искренне и от души рассказано ребятками, что, ну, просто невозможно их не отметить.